Сегодня работа вдоль улицы Приморской идет полным ходом. Сотрудники предприятия Галут выравнивают и расширяют дорогу. Обустраивают тротуар. Он будет проходить по обеим сторонам от проезжей части. Также здесь подготавливают место для новой автобусной остановки. Уже определили, где будет стоять павильон. Порядка 5000 квадратных метров асфальта вместе с тротуарами. Около 900 метров дорожного бордюра. Где-то 1500 километров тротуарного бордюра будет здесь установлено. Щебень, асфальт, все. Сейчас работает порядка на установке бордюров 6 человек. На установке бордюров, на подготовке с механизмами со всеми. Потом, когда асфальт пойдет, конечно, там уже будет больше людей. Планируем где-то дня через три уже начать асфальтирование, потому что первый этап уже практически готов. Мы сейчас заканчиваем второй этап. Сейчас укладывается щебень, подготовительные работы. На этой неделе планируем. Правда, там дожди обещают. Если дожди будут, конечно, там длиннется все. Жители этого района неоднократно жаловались не только на отсутствие тротуара вдоль дороги, но и на темень, которая царит здесь в темное время суток. Мэр Магадана Юрий Гришан рассказал, что скоро и от этой проблемы избавятся. Через каждые 30 метров по нормам будут установлены опоры уличного освещения. Мы, кстати говоря, очень много снесли ветхих опор. Если посмотрите даже на деревянные столбы, они новые все установлены. Ну а после того, как будет сдан центр премьер, конечно, там будет полностью модернизация всего освещения. Поэтому не беспокойтесь, об этом мы тоже думаем. А еще больше жителей домов, расположенных вдоль улицы, волнует вопрос тишины. Точнее, ее отсутствие. По ночам не дают спать меломанные автомобилисты, которые предпочитают слушать музыку на полной громкости не у себя дома, а прям под окнами на Приморской. Вдоль всего уже отстроенного парка организовали парковку. Но, как отметил мэр, ее не хватает. Места для машин должно быть больше. У нас есть закон о тишине, и если включают музыку, должна приехать полиция, составить протокол и привлечь. Парковка, которая сейчас в парке «Маяк», вторая очередь, думали, что она разгрузится, оказывается, нет. Поэтому поручение губернатора было дано уже давно, чтобы вот эту вот часть, строящуюся в верхнюю особенно часть, ее подразвить под парковки. Еще больше сделать парковок, потому что даже этот праздник ВМФ, который здесь был, дворы были все заставлены техникой. У нас парковок мало быть не может. Еще один вопрос, который интересует горожан, как долго пролежит новый асфальт. Ведь на этой территории только началась застройка. Здесь будет третья очередь парка «Маяк», новое общественное культурно-туристическое пространство «Премьер». И, судя по намеченным планам, строительные техники навезут немало. Если будут соблюдать какие-то правила строительства второй очереди. Третья? Ну и третья очередь, да, асфальт. Если правила будут соблюдать, асфальт будет стоять, он достаточно крепкий будет, что не будет ломаться. Если здесь не будет тяжелая техника ездить, а именно как бульдозера и экскаватор на густичном ходу, то будет стоять. Закончить асфальтирование здесь планируют через две недели. После сюда зайдет комбинат зеленого хозяйства, будут разбивать газон. Также займутся и благоустройством нового жилищного комплекса «Радость», расположенного на прилегающей территории. Анна Корнетова, Илья Пачин. Специально для Карибу.